Клавдия Барченко. Родилась 22 мая 1931 года в деревне Слобода, Мишенковичского района Витебской области, семье крестьян. До начала Великой Отечественной войны Клавдия окончила два класса старостельской школы. Война перевернула весь уклад мирной жизни. Ушли воевать с фашистами старшие братья. В доме остались отчим Ермолай Павлович и мама Екатерина Евдокимовна с тремя дочерями. Старшая Надя окончила 9 классов и пользовалась огромным авторитетом у младших сестер. Армейская разведгруппа Рудакова, десантированная в апреле 1942 года, установила связь с подпольщиками от крестных деревень и поселков. В деревне Слобода разведчики связались с Игнатом Голубовским, братом Клавдия, который в декабре 1941 года бежал из немецкого плена и вернулся в родную деревню. Все члены большой семьи Барченко-Голубовский с готовностью взялись помогать советским разведчикам. Юные подпольщицы связывались с нужными людьми, выполняли ответственные поручения, не расходили в Витерск, где были явочные квартиры Рудакова, в лес, где их ждали с необходимыми сведениями, продуктами и медикаментами. Вскоре Игнат Голубовский организовал и восславил партизанский отряд, и вся семья стала помогать народным мстителям. Клавдия вместе со своими друзьями Мишей Хадыко, Мишей Хмельником, старшей сестрой Тамары собирали оружие и передавали партизанам. Немцы выследили семью Барченко, пришлось срочно уйти в лес. Так Клавдия вместе с сестрой попала в отряд имени Щапаева партизанской бригады за советскую Белоруссию. Не раз в Баяне отряд, в котором находились сестры, прорывался из вражеского кольца. Когда на партизан оккупанты бросили эсэсовские части, мужественно вынесли на своих хрупких плечах все трудности испытаний вражеской блокады. Клава, помогая раненым, отстала от отряда. Только через три месяца скитаний по лесам встретилась со своими родными. Фронт приближался к родным местам и вскоре наступил час освобождения. Клавдия Ермолаевна Масалова-Барченко награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией и другими наградами. А 31 октября 1979 года приказом номер 46 Клавдия Барченко зачислена в батальон белорусских орлят. Голос поколений. Специальный проект Республиканской газеты для детей и подростков «Зорька». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова